Борис Сазерского хранится там, а здесь вот и работа его студенческая и дипломная работа. Многие художники прошли войну, многие очень, наверное, остро и глубоко понимали как раз, в чем этот образ счастья состоит. Потому что самое главное мирное небо над землей... Да, самое главное мирное небо над землей, мир, покой в доме. И вот эти темы, они не идеологизированные, единичные работы, которые содержат такой идеологический контекст. А в основном это вот такие бытовые, простые работы, которые рассказывают о жизни простых людей в разных их проявлениях. В сквере, на улице, в цеху, в заводском, где-то в каком-то институте, в рабочем процессе. Но все равно это вдохновенный труд, как вот так вот пафосно вроде бы звучит. Но на самом деле он таким был, потому что люди же стремились восстановить все и жить в счастливом обществе. И когда в первом году было провозглашено то самое светлое будущее, к которому мы идем, коммунистическое, и большинство в это поверили, действительно с раскрытыми глазами стали стремиться и жить именно вот в таком контексте, в контексте строительства нового коммунистического общества, в котором все будет прекрасно. И вот эта вот тема, она и в этих работах тоже очень хорошо и ярко, и образно звучит. Ну и потом, если так вот в общем плане рассматривать оба эти зала, то кажется, какое-то некоторое однообразие присутствует. Надо не забывать, что это все-таки учебный процесс. И самое главное, что студенты надо научить работать с холстом по тем законам, которые в живописи существуют. То есть надо создать композицию, надо решить цвет, с цветом поработать, и перспективы. Ну в общем, это те законы, которым следуют все живописцы. А как потом художник будет развиваться после этого учебного процесса, это уже его тема. Потому что здесь опять же представлена работа таких ленинградских художников, наверное, которые вам очень хорошо известны. Это Егошин, например, Герман, Тюленев, Виталий. Вот вы посмотрите их учебные работы и представите себе те работы, которые были после. Это с хорошей, профессиональной, достойной школой дальше идет развитие творческого процесса. Или, например, Вовкушевский. Мы его совершенно в ином цвете и в иных композиционных решениях представляем, когда смотрим на его более поздную работу. А учебная работа, например, с горами такой пейзаж, альпинистом называется, это совсем другая работа. Другая учебная – это как раз процесс обучения. Еще, конечно, нужно обратить внимание на то, что все учебные заведения, которые художественно существовали, высшие имеются в виду, они все принимали на обучение в свои заведения людей, имеющих уже предварительное художественное образование. То есть практически во всех городах, во многих, во всяком случае, не Ленинград, Москва, даже тот же самый Саратов, например, Одесскую художественную школу мы хорошо знаем, средние художественные заведения, которые проводили первичную подготовку. И поэтому, когда мы смотрим, скажем, на работу, она не написана, первый курс, она выполнена на хорошем профессиональном уровне, кажется, как так можно, да, потому что времени прошло немного, учебный процесс еще короткий. Но, тем не менее, это человек, который уже 3-4 года проучился и получил вот то самое среднее художественное образование. Это система, которая начала работать еще до военное время, и историю создания, например, средней художественной школы при Академии художеств, вы, наверное, все знаете, это в 1934 году по распоряжению первого эта школа была образована, и надо сказать, что в эту школу принимали одаренных детей со всех городов Советского Союза. И даже перевозили сюда, как талантливых будущих студентов Академии художественной института и живописи, с семей, и предоставляли жилье. То есть, например, художник старов, который из, честно говоря, не помню, сколько город, ну, неважно, в общем, из далекой глубинки, вот, и его перевезли сюда, как раз вместе с семьей, он обучался. Вот, потом, конечно, тут, как бы, с 1949 года, и мы понимаем, что здесь еще сталинская тема такая довольно пространная, да, и, может быть, даже важная. Но, тем не менее, вот этот перелом, который происходит после 1953 года, и когда начинаются некоторые оттики, она, я уже тут во всю, да, да, некоторые оттики начинаются, и уже более, более такое свободное отношение и к сюжету происходит, и к технике исполнения, и к колористике, и все очень хорошо звучит в этих работах. И вот, хотелось бы, как раз, ваше внимание на это обратить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!